МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброго дня! Город женщин, понедельник, обилие праздников впереди, начавшаяся масленичная неделя, но и Великий пост, который маячит 19 февраля, все это не может не натолкнуть на мысль. Пора начинать новую жизнь. Правда, кое-кто признался, что новую жизнь не согласен начинать в понедельник. Тем не менее, мы решили, а вдруг попробуем. Тему нашей сегодняшней программы подсказала нам Анна. Анечка, расскажи мне. Тема нашей сегодняшней программы – это кожа. И в предпраздничные дни всем хочется выглядеть очень хорошо, на самом высоком уровне. Поэтому мы сегодня нашим дорогим зрительницам хотим рассказать с помощью специалистов, как же поддерживать состояние кожи на прямо таком, как сказать, на самом лексовом уровне. Ну что ж, состояние кожи в состоянии души. Так часто бывает. Хотя я считаю, есть исключения. У меня, например, желудок в состоянии души. Ирочка, ты что сегодня сделаешь для того, чтобы мое состояние души было отличным? Ну вот, как ты правильно сказала в самом начале, с сегодняшнего дня началась масленичная неделя. Поэтому все мы должны печь блинчики обязательно. Так. Угощать ими своих родных и близких. И обязательно угощать, потому что чем больше блинчиков мы напечем, тем больше счастья и богатства привлечем в свой дом. Круто. Вот так рождаются фэншуйные секреты и народные мудрости. Доброго дня. С чего начать? Я полагаю, надо начать с вопроса. Девочки, вы довольны своей кожей, Ира? Ну как сказать? Ну, наверное, в целом довольна. Ты попадаешь в резкий процент женщин, которые довольны своей внешностью. Мне быть такой довольной, да? А у меня всю жизнь вот эта вот тема в кавычках излюбленная. Потому что я всегда страдала от углей, прыщей, несовершенства. И вот то, к чему, как я пришла, вот к сегодняшнему результату, это тебе стоило больше минуты. Сегодня нам расскажешь. Это огромный труд, и сегодня я об этом расскажу. Как же я пришла, как я пришла. Интересно, ждем с нетерпением. Но пока я предлагаю окунуться в мир звездный. Точнее, в звездно-прогнозный. Ведь нам что-то пообещали звезды? Сможем ли исполнить? Сейчас узнаем. Кого из знаков зодиака ждет признание в любви? А кому лучше на время пока позабыть о личных отношениях? Узнаем прямо сейчас в нашем гороскопе. Овны, во время покупок позвольте себе не думать о практичности той или иной вещи. Подумайте лучше о том, как она может украсить ваш гардероб. Маленькой легкости в выборе вам не помешает. Тельцы, вы так много трудитесь. Так ведь хочется, чтобы скорее это кто-нибудь заметил и похвалил вас. Хочу вас поздравить. На этой неделе вы получите свое вознаграждение. Близнецы, с вами всегда очень весело и редко бывает спокойно. Вас смело можно назвать человеком-праздником. Сохраняйте свой оптимизм и в этот период. Раки, старайтесь следить за своим здоровьем. И частенько измеряйте температуру. Ведь болеть вам сейчас ни в коем случае нельзя. Львы, вокруг вас плетутся интриги и сплетни. Но не переживайте, ведь вы сможете очаровать даже своих завистников. Продолжайте развиваться и ни в коем случае не останавливайтесь. Девы, эту неделю вам лучше всего посвятить своей семье. Ведь так иногда приятно попить чай в кругу родных и близких людей. Весы, всегда есть некое очарование в старых вещах. Не спешите от них избавляться, ведь они могут хранить воспоминания. Скорпионы, вы находитесь в режиме успеть все. И на работе, и дома. Уборка, да еще и готовка. Вам точно не помешает отдых. Стрельцы, уход за собой полезен и приятен. Уделите время себе и своему внешнему виду. Козероги, вы точно заставите всех своих подруг завидовать. Почему? Да потому что у вас огромное количество хороших новостей. Водолеи, новая неделя, возможно, не будет такой яркой, какой бы вам хотелось. Зато уют и теплые посиделки с друзьями вам обеспечены. Скорее бегите что-то покупать к чаю. Рыбы, запомните, на себе нельзя экономить. Позвольте себе немного свободы и обновок. Желаю вам всем продуктивной недели. Пусть все обязательно получится. А с вами была я, Маргарита Макарова. Пока-пока. Редчайший случай, но мы все втроем услышали свои прогнозы. Первый раз за все время. Да, да, да. Не знаю, в чем секрет, но обычно мы как ни старались, все время что-то нам помешает прослушать. А тут надо же. И все остались довольны, самое интересное, в отличие от состояния своей кожи. Ну, я не знаю, не могу, конечно, мы просто возвращаемся к теме, потому что она заявлена как состояние кожи, состояние души, а у женщин все взаимосвязано. А уж внешность-то с нашим внутренним мироощущением связана, как ни что более. Ну и об этом нам подробно расскажет Анна в рубрике «Счастье быть собой». Ну что ж, кожа действительно является неким показателем состояния души. Не неким показателем, а главным показателем. Показателем того, допустим, как мы относимся к внешнему миру, к отношению к людям. И показываем, насколько мы доверчивы к этому миру. И обычно, насколько мы доверчивы, это показывает лицо. В первую очередь лицо. А то, что мы как относимся к делу своему, показывает кожа руки. Как мы относимся к людям вообще в целом, к общественному мнению и так далее. Я сказала еще раз, что лицо и кожа в целом в теле. Это теория йоги или что это? Нет, это теория психосоматики, о котором мы когда-то, помните, говорили, здесь приходил Иван Троев и очень интересно рассказывал. Насколько действительно имеет влияние состояние души человека на его физическое самочувствие и внешнешненное чувство. Да. И вот, знаете, я всю жизнь же страдала от плохой кожи, нужно сказать так, да? Ну, не всю жизнь, но, между прочим, в подростковом возрасте как раз-таки кожа у меня была очень даже ничего. Я сильно не страдала от прыщей, от угрей и так далее. У меня это все произошло после рождения первого ребенка. Как странно. Ну, вот, знаете, сколько бы я на себе не пробовала препаратов, сколько бы я не пила лекарств, сколько бы меня сверху донизу... Мама у меня врач, и я обследование проходила, и ЖКТ, и кровь сдавала, и там на гормоны сдавала, и вообще все в целом. В общем, все-все-все. И при этом никто так и не смог, ни один врач, мне поставить конкретный диагноз, из-за чего у меня такое лицо было, что у меня только кончик носа был чистый, а все остальное было покрыто красными угрями, такими прямо здоровенными. Да, еще в таком возрасте уже зрелом. Вот, да, в зрелом возрасте. Ну, то есть, когда уже родился ребенок. И до сих пор у меня все равно время от времени выходят, но вот это состояние моей кожи сегодня является, еще раз подчеркну, итогом большого труда. А в чем же труд заключается? Сегодня у нас история Анны Сергеевой. По сравнению с тобой, мои проблемы ноль. Моя ветрянка, ветряная оспа, которой, конечно, болела я, она просто ни о чем на самом деле. Хотя я расцарапывала, и все эти шрамы остались, конечно. Ну вот, и сейчас, когда на лице что-то выходит с помощью медитации, с помощью прихода к себе, да, вот гармония заключается в том, что вот когда у нас с лицом проблема, это говорит о большой самокритичности, о высоком уровне самокритичности, о том, насколько я беспокуюсь, что же думают обо мне другие люди. Вот прямо меня это будоражило и даже нагоняло в какой-то страх того, что, наверное, я так выглядела плохо, наверное, там обо мне так подумали и так далее и тому подобное, да. И вот это все является, ну, тогда начинает уже действительно, когда ты чего-то стыдишься, то есть себя стыдишься конкретно, да. И все это проявляется в виде вот этих болячек на лице. Я тебя перебью, у тебя же трое детей. Да. Это получается после каждого ребенка вот это вот шоу? Нет, именно вот после первого ребенка. А дальше, наоборот, стало все улучшаться, все стало, наоборот, вставать, получается, на свои места. Получается, в тот момент жизни я просто пережила такой какой-то кризисный момент по неприятию себя. Поэтому вот все это у меня и на лице нарисовалось. А как и, а, кстати, и недавно я узнала очень хороший метод массажа лица. Вы знаете, вот так вот это тоже применяют йоги. Массажируете, вот прямо распрямляете свое лицо сами. Берете вот, все должно быть с концентрацией, без концентрации этого не делать. Прямо концентрируясь на том, что я разглаживаю все свои морщины. То есть, получается, энергия должна быть на кончиках пальцев у вас? Да, конечно, вся наша энергия на кончиках пальцев. Пошли отсюда, сюда, наверх, отсюда. Берем вот так вот, все разглаживаем. Все разглаживаем, поднимаем сами. Я хочу, чтобы она мне так сделала. И вот это вот все, на самом деле, сила духа, сила духа в этом и заключается, когда мы прям мысленно представляем себе разглаженную кожу, без морщин, без никаких болячек. Я всегда говорю, что наша сила воображения, она работает гораздо больше, чем мы себе представляем. Потому что мы формируем свою реальность, а она рано или поздно воплощается. И вот такой вот массажик нужно делать с утра. С утра сделала и вышла в мир, как говорится. Ну, хорошо, ведь, сражать мирно. Но, добавлю, все равно, если вы соблюдаете, думаете, что вы уже в равновесии, и потом раз, стрескали полпачки конфет, то, конечно, все это выйдет на вашей коже. Не надо полагаться только. Вот я говорю о состоянии души и как оно влияет на кожу. А мы, наверное, здесь будем говорить уже с косметологами, которые нам как раз скажут, как ЖКТ, как наше питание и так далее влияет на кожу. Вот это физическая составляющая, я всегда ставлю на второй план. Ну, ты мне рассказала, в конце концов, как ты пришла к тому, сейчас же состоянию. Это гармония, когда... То есть никакими лекарственными средствами ты ничем не пользовалась? Нет, ничего не помогло. Только работа над собой, принятие себя, постоянные медитации, по утрам зарядочки. Вот это все очень хорошо помогает, действительно. Очень хорошо. К нам сейчас зайдет специалист, который нам, наверное, более подробно расскажет, как же, как же сделать это лучше не только самому специалисту призванным, помочь нам исправиться с состоянием кожи. Ну, а пока мы прервемся на рекламу, после чего зайдет специалист. Возвращаемся в студию программы «Город женщин». И мы в ожидании, предвкушении появления специалиста. Это Лена Нафанаилова, врач-дерматолог, косметолог оздоровительного центра «Канти». Здравствуйте, Лена. Здравствуйте. Добрый день. Мы ждем вас, потому что мы считаем, вы нам все секреты сейчас поведаете. Про психосоматику мы слышали, но все-таки не каждый с этой теорией соглашается. Да. Ну и реально ведь есть процедуры, которые способны исправить состояние нашей кожи, да, улучшить. Да. Это известные нам инъекционные методики, не всем излюбленные. Инъекционные методы, они достаточно эффективные процедуры. Это, конечно, мезотерапия, веревитализация. Ну, также это есть... Плазмолифтинг, который я недавно, кстати, в пятницу делала, плазмолифтинг, между прочим. А что это? Ух ты какая! Круфицу доберут и с чем-то соединяют, а потом все это в лицо. Вы объяснили, с чем-то соединяют. Это не болезненно? Немножко больно, но... Самое главное, что я всегда у меня повышен. Ради красоты же можно все выдержать. Процедура обезболивается до 30 минут, тоже уколчиками, да? И уколчиками, да. Нет, обезболивается. А центрифругируется плазма, собственная плазма, и обкалывается в кожу. Это вы знаете, процедуру, как в прошлом же делали, отсюда берут кровь и... В пятую, да, в попку. Да, я помню как-то, я, кстати... Это типа того или как? Да, это такая же процедура, вообще она давно известна в медицине, и она известна современно... Она известна у хирургов, потом это перешло постепенно к дерматологам. А вот что вы мне посоветуете? У меня вот здесь следы все-таки остались, и это очень некрасиво выглядит. Все же, сколько я не разговаривала с косметологами, они мне советуют все-таки применять агрессивные методы, то есть пилинг, там еще что-то. Об этом можете рассказать? Потому что у людей тоже такие проблемы наверняка есть, не только у меня. Здесь называется рубцы и пластакна, то есть они возникли после воспалительных заболеваний. Урбцы и пластакна, они характеризуются тем, что рубцовая ткань характеризуется тем, что она плотная. А для того, чтобы воздействовать на рубцовую ткань, тут нужна более агрессивная методика, на мой взгляд, такая как лазерная методика. Что делает... Лазеры вообще бывают разные, но в вашем случае тут потребуется шлифовка. Шлифовки сейчас в большинстве случаев делаются фракционные, то есть это не сплошная шлифовка. То есть раньше делали сплошную шлифовку, когда кожа очень долго восстанавливалась, даже полгода люди ходили красными лицами. Сейчас уже медицина тоже развивается, и никто не хочет выбиваться из социума на несколько дней. И, соответственно, сейчас уже придумана фракционная шлифовка, то есть фракциями. На место, где попал луч, там повреждается кожа, и за счет оставшейся здоровой кожи происходит возобновление всех процессов, которые там повредились. А как проходит эта процедура? Скажите, пожалуйста, сколько по времени? И вот болезненно это или нет, обезболивается или нет, лазерное? Да, конечно. Сначала обезболивается, потом происходит процедура. Где-то занимает час-полтора, в зависимости от области. Вот если все лицо, я потом когда могу выйти в люди? Все лицо, это тоже зависит, насколько у вас изменения в коже. Это все индивидуально, потому что для первого раза все равно работаем малыми параметрами, потом, смотря как реагирует кожа, можем добавить параметры. Это тоже индивидуальный процесс, и говорить о том, что после одной лазерной шлифовки все будет хорошо, это было бы неграмотно. Это все равно все. И работает в комбинации с инъекционными в том числе. То есть и уколы одновременно, и шлифы. А лазер сейчас считается передовой процедурой, или у вас есть какие-то другие передовые процедуры в Канте? Ну, вообще лазер, он тоже придуман достаточно все равно давно, работает в России тоже давно, но, тем не менее, с развитием медицины, новых технологий, тоже все у нас развивается. И у нас есть такой метод неабляционное омоложение. Что такое неабляционное омоложение? То есть шлифовка, которую я вам только что сказала, это процесс сопровождается с повреждением поверхности кожи. А неабляция – это без периода реабилитации, неабляционное омоложение без периода реабилитации. То есть процесс происходит без повреждения поверхности кожи, безболезненно, не требуется обезболивание, и человек работает, как работает. Никто в жизни не догадается, что вы что-либо делаете с лицом. А что же мы делали на самом деле? На самом деле происходит фотоакустическое омоложение. Ярким светом? Нет, цвет и лазер – это совсем другие вещи. Если смотреть со стороны физики… Ну, а фото меня смотрелось. Если смотреть со стороны физики, в свет и лазер – это совсем другие методики. У нас лазерное омоложение по технологии КУС-ВИЧ – 4D омоложение. Это запатентованная методика. Мы работаем на 4-х глубинах, на 4-х глубинах дермы кожи, и, меняя насадки, работаем в одной процедуре. Значит, вы можете эти методы убрать вообще, вот мои следы, допустим? Нет, как раз в вашем случае требуется шлифовка. Несколько процедур тебе придется. Ага, а вот без абляции – это именно омоложение. Происходит естественное омоложение на 4-х глубинах нашей кожи. Вот вы до эфира сказали, что вашим лазером, оказывается, можно даже татуировки убрать, да? Да, можно убирать татуировки, и отличие в том, что убирается без корочки. На самом деле, если посмотреть глубоко в кожу, как лежат вот эти… Наш перманентный макияж, они лежат глыбами. Что происходит с этими глыбами, когда лазерный луч проникает в саму кожу, не повреждая эпидермис, еще раз говорю. Не повреждая эпидермис, а под мощным импульсом происходит разрыв этого пигмента на мелкие частицы. И эти мелкие частицы затем захватываются нашими лимфоцитами, и происходит очищение естественным путем. А, то есть татуировка навсегда уходит? Да, это тоже не одна процедура, потому что вот пигменты тоже лежат на разных глубинах, и, соответственно, это… И шрамы послеоперационные тоже можно убрать, да, у вас? Да, шрамы тоже можно. Это зависит… Я не говорю сразу все это можно убрать, но нивелировать эстетически можно. Конечно, это все зависит от того, насколько давно были получены эти рубцы, либо шрамы. То есть три после беременности, да, они тоже вот… Желательно это делать вот в свежее время, скажем, да. Не пять, не пять, десять лет, это уже старые рубцы считаются, и это сложнее убирать. А то, что говорят, что только зимой можно вообще какие-то процедуры на лице делать, это действительно так вот, то есть когда солнце у нас ярко светит, вот сегодняшний день. Да, вот Денис, весна уже почти что началась, уже, наверное, нельзя что-то делать, да, какие-то процедуры. Да, это касается только вот облиционных повреждений, шлифовок. Только шлифовок касается не делать абсолютно вот солнечные яркие дни, потому что это может сопровождаться появлением пигментации. Тем более вот наша республика все равно многонациональная, но надо говорить, что фототип азиатов, он предисположен появлению пигментации, чем другие. Я знаю, что в Москве делают и в июне месяце под СПФ, но это надо иметь, все равно надо подходить. В общем, нужно знать, что могут быть побочные эффекты именно от воздействия солнца. Как долго длится эффект от неабляционного вот этого вот метода? Это надо раз-два раза надо подходить. Курс состоит из четырех, три-шести процедур. Но все равно это сугубо индивидуально. Процедуру можно делать после 25 лет и на тонкую. Два раза в год, раз в год. Это тоже зависит индивидуально от возраста, зависит. То есть мы, как мы воздействуем, лазер, проникая в кожу, развивает старые связи между клетками, несостоятельные связи. Если говорить проще, то это... Все, что непрочно, распадется. Все, что непрочно, распадается под воздействием импульса, и в ответ на повреждения наш организм вырабатывает новое. То есть он, получается, стресс начинает вырабатывать. Это естественное уважение. Понятно. Мы сейчас поговорили о более глобальных проблемах женских. А какие вообще есть такие классические процедуры, которые можно у вас пройти? Если человек не обязательно же с проблемой может подойти к вам. Вот особенно сейчас, когда весна уже. Да, строительный центр Канти, что предлагает из такого более привычного, классического, чтобы человек не пугался, а знал, что он получит результат. И вообще ежедневный уход, что за собой предусматривает? К вам ходить можно, чтобы профилактику как бы вести? Старение. Здоровая кожа. Видите, закидали вопросы мне просто. Закидали. Конечно, есть традиционные инъекционные методы, которые очень эффективны и всеми любимы. Достигается за счет внедрения в кожу путем инъекции необходимых компонентов, которые не хватают кожи. Витамины, гиалуроновая кислота и прочее. Да, витамины, гиалуроновая кислота и прочее. Вы отлично все знаете. Да, потому что они достаточно популярны за счет того, что... Я сейчас опишу об этом. Да, они есть давно и они популярны за счет того, что именно эффективно. Они дают эффект сразу. Вам нужно место сейчас определить, чтобы наши зрительницы к вам подошли. Где вы находитесь, по какому адресу. Я же знаю, что у вас стало больше теперь, Канти. Он был раньше на 202-м, а теперь... У вас есть филиалы или как? Да, у нас есть, работают два филиала, на 202-м и на Каладишвилисе. А на 202-м адрес более точный? Корпус 14 дробь... 14 дробь 4. 14 дробь 4, 202-м на краю. Ну, сегодня... И на Каладишвилисе 7 получилась. Да, я на Каладишвилисе. В развитии Тубиса... А вас где мы можем найти? На Кандешвилисе. На Кандешвилисе. На Кандешвилисе. Набрать в Канде и в Тубисе все выйдет. Да, я однажды набирала, я писала статью, и почему вы говорите? Я все знаю, конечно, я очень часто пишу что-нибудь. И там перечислены процедуры, там перечислена стоимость, там даже фамилии врачей, кто чем занимается. А вот, кстати, сколько процедуры омоложения стоят? Наверное, интересно нашим зрителям. Процедура омоложения... Ну, вот лазер. Лицо, лицо стоит 15 тысяч. 15 тысяч. Ага. Копите деньги. А шлифовка моя? Тоже 15 тысяч. Ага. Ну, на каждую последующую процедуру... Да, у нас каждую последующую процедуру есть гибкая система скидок. Очень хорошо. И частично вот можно делать только щеки, ну вот это тоже подбирается индивидуально. Можно омолодить другую часть тела? Животком, руки, а не знаю. Тут у нас страшно. Там по телу тоже можно работать на лазере. Живот. То есть лазер, в общем-то, довольно-таки волшебное средство. Если да, если работать... Спасибо вам большое за то, что вы нашли время, пришли к нам. Спасибо большое. У меня было ощущение, что я получила индивидуальную консультацию. Да, спасибо большое. Обязательно к вам придем. Мы обязательно к вам придем. Я обязательно к вам приду. Осенью. И мы удаляемся, но ненадолго. Вновь вернемся в студию через небольшую паузу. И вновь будут специалисты, которые уже с научной точки зрения поделятся с нами своими версиями обновления кожи. Ну что я хочу сказать. Мы под впечатлением оздоровительный салон Канти, точнее, Лена, как представительница его оказала, на нас большое впечатление. Конечно. Мы решили, что что-то нужно делать. Так все подробно рассказала. Особенно мне. Что ты собралась делать? Вот если бы сейчас была бы осень, я бы уже завтра пошла бы в Канти. На лазер. Конечно. Вот это все отшелушивать. А я пойду. Знаешь почему? Потому что у меня есть татуировка на плече. Я хочу ее свести и сделать новую. А татуировка уже закрыта у меня. Конечно. Вот и зачем ты ее делала, если ее видно? Захотелось. Захотелось очень сильно. Сделай на видном месте. Опускайся. Я хочу, чтобы никто не видел. Ну а сейчас мы посмотрим сюжет. Мы сейчас поговорили о коже, составляющей души, составляющей на уровне того, как мы можем за ним следить. А сейчас мы посмотрим на сюжет, где лаборатория СВФУ выращивает кожу. Даже такое есть на клеточном уровне. Вот так вот. В лабораториях Северо-Восточного федерального университета наряду с учеными студенты в ВУЗу участвуют в создании и открытии новых проектов, а также проходят практику. Так, в научно-исследовательской лаборатории клеточных технологий и регенеративной медицины сейчас работают над проектом биоинженерный дермальный эквивалент. Научное исследование не должно оставаться только теорией, важное и внедрение в практику, чтобы новые методы были ориентированы на лечение пациентов. Межведомственный центр начнет внедрять специальную технологию в практическое здравоохранение, использование технологии культивирования клеток кожи значительно поможет в хирургическом лечении пациентов с холодовой травмой, которая является одной из самых распространенных видов травматизма в Якутии. Суть технологии заключается в культивировании аутологичных фибропластов на специальной подложке для последующей трансплантации на поверхность раны. В присутствии культивированных клеток рана быстрее эпителизируется и зарастает новой функциональной кожей. Я хочу сказать, что один из представителей СВФУ уже здесь. Вернее, одна из представительниц. Аня, кто у нас в гостях? Это Ирина Николаева у нас, врач-лаборант научно-исследовательской лаборатории клеточных технологий и регенеративной медицинной клиники Медицинского института СВФУ. Ирина Николаева, еще раз представляю вас. Еще раз добрый день. Звучит, конечно, очень впечатляюще. Регенерация кожи на клеточном уровне, то есть выращивание, точнее, в искусственных условиях. Что это может дать для людей, для медицины? Для медицины. Ну, давайте я сейчас расскажу немножко о нашей лаборатории. Давайте. Наша лаборатория открылась совсем недавно, в 2017 году начали работать. Поэтому коллектив у нас маленький, молодой, но перспективный. И наш первый и основной проект, которым мы занимаемся, дермальный эквивалент на основе культивируемых аутофибробластов. Боже, такие слова. Сложные, знакомые. Да, ну, суть проекта заключается в получении клеточных линий фибробластов, а также использовании монослоя клеток на кожу после любых повреждений, да, ожоговых, термических, там, холодовых. Нарастите мне сюда кумб. Да, можно ли в косметических целях использовать? Да, в косметических целях, конечно, используется. Да? Ага, используется. Надежда вспыхла сразу в сердце. В России, за рубежом очень используют, да. То есть вы выращиваете кожу у себя в лаборатории, а потом ее приживляют к людям. Ну, наверное, большой спрос сейчас от зажигового центра и так далее. Вы можете, знаете, сейчас сразу прям договор подписать с Канти, чтобы они у вас брали кожу, а я в очереди туда пошла и вырастила себе новую кожу. Кстати, девочки, вы знаете, интересный факт. Все используй. Вот всем известная фирма Лореаль косметики, они, оказывается, тоже выращивают кожу и делают, но не тестировали. Вот как. Да, да, да. Вы же апробировали, вот у вас уже же прошла такая операция с... Да, в конце года, в декабре, прошла вот первая операция по пересадке ауто-лоскута с фибропластами, то есть пациента, да, собственных клеток. Вот. Это очень даже такая маленькая победа для нас. Конечно. Где проходила, да? Кромная победа. Поздравляем вас. Это же где у нас, в медцентре? В ожоговом отделении. В ожоговом отделении. Да, вот. Пересадили кожу. Да. Получается то, что вы берете непосредственно клетку от самого человека, а не откуда-то. Нет, нет, нет. А как долго растет кожа? Вот мне нужно 5 на 10, допустим. 5 на 10. Что снижаетесь? Оля, ты уже посчитала. Ну, я понимаю, я хочу все в цифрах. Необходимое количество клеток для пересадки, ну, примерно месяц растет. Вот такой лоскут? Да. Да, вообще маленькое количество. Один к одному вот так маленький кусочек можно вот до больших. Вот очень простыми словами, вот как оно выращивается, вот как вы видите, что вот... Какой процесс идет, почему оно растет? Очень интересно. Ага. Ну, простыми словами... Берется клеточка, да? Помещается куда? Да, берет... Нам предоставляют кожу лоскутную, да? Мы, сперва, все это делается в стерильных условиях под ламинарным потоком. Вот. Мы отделяем дерму от эпидермиса, и вот этот дерму вот мы культивируем в специальной ростовой среде, чтобы они росли в оптимальных условиях при 37 градусах инкубаторе. То есть, как будто на человеке. Да, 5% углекислого газа, вот. И прямо вы видите, как вот так вот лежит кожа, да? Она расползается, да, или как? Под микроскопом. Нет. Все, пока под микроскопом. Микроскоп. Да, первые две недели выходят керотиноциты. Вот это маленькие помощники, да, фибробластов. Ага. А потом уже через 2-3 недели можно уже наблюдать выход фибробластов. Это что такое фибробласты? Ну, эти клетки такие, кожи, клетки кожи, да? Вот, которые выбирают. Но под микроскопом опять они не видны? Да, конечно. Они вот так вот не видны? Нет. Пока они не видны, да. Это вы из стволовых клеток, да? Нет, из кожи. Выращиваете или до нас еще не дошло? Из кожи человека. Из кожи человека, скажем. А, потому что есть уже такой метод, что из стволовых клеток. Да, из стволовых тоже можно. Даже через 3D-принтер кожу вытаскивают, оказывается. Слышали, да? Да, только не берут. Я, конечно, извиняюсь, не хочу оскорбить ни в коем случае. Не то, что оскорбить, а как-то ненаучно выразиться. Но, допустим, возьмем Аню. Пересадили кожу. Пересадили кожу. Насколько потом это будет кожа отличаться от кожи на лбу, допустим? Загорать она может будет по-разному. Как это? Это как-то провели уже практические испытания какие-то? Ага. Вот этот человек, которому пересадили, ему все хорошо у него? Да, у него все хорошо. Фигментация там. Да, переживается. И кожа будет тоже почти неотличимой. Почему? Потому что, да, если кожа растет без фибробластов, да, она образует такие рубцы, да, хорошие, да. А вот с помощью вот именно фибробластов вот создают такие условия, чтобы кожа была как, ну, идентичная, да, как своя. А на сколько долго она приживается, вот, новая кожа? Ой. Индивидуально, наверное? Да, да, индивидуально. Ну, а примерно, ну, вот Аня, например, если... Аня сегодня, в общем, она, наверное, экскрементатор со своей кожей. Месяца два, наверное. Месяца два, ну, плюс-минус. А волосы растут на этих вот... Если на голове пересадить, будет все вот это вот, в общем, в общем, это живая кожа. Потовые железы, там все из салют. А прыщи потом могут появиться? Прыщи? Да, 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 ну, если были раньше. Ну, если да, конечно, волосы-то растут. Вот. Ага. Ну... Насколько актуально вот ваше направление, как вы думаете? Помимо медицины. Имеет перспективу, да, вообще? Да, наша вот именно очень актуальная тема, перспективная. Вот. И... Ну, работаем над этим. Но все-таки, прежде всего, в медицине нет. А можно какое-то побочное действие иметь, допустим, цветы, конечно, но рак кожи, допустим, вдруг. Нет, такого не должно быть, потому что такие, как отторжение, все-таки исключено. Но вы все-таки ведете же наблюдения, проталкиваете, получается, клиническую картину все равно. Да, все под наблюдением врачей, специалистов проводится, так что... Ну, вы сейчас, наверное, еще сотрудничаете с... Да, у нас при поддержке Министерства здравоохранения нашей республики, вот, отделение, вот, ожогового, республиканской больницы номер два, и нас курирует институт хирургии имени Вишневского. А вы сами, вы сами чего себе такие... Как здорово, да, я вообще прям горда. А вы сами что делаете? Вы в белом халате заходите и к микроскопу. Ну, это такой стереотип, так? Так и есть. Ну, так и есть. Они такие работают в лаборатории, да? Если по сюжету смотреть. Как видели, да. Они такие работают. У вас еще в лаборатории какая-то такая есть интересная, интересное стекло, где они еще пишут уравнение. Ждак? Уравнение? Ну, вот, у вас такое стекло стоит, и вы там какие-то уравнения пишете, или что вообще? А, ну, да, это доска для, вот, состава, вот... Стеклянная доска? Угу. Для культивирования, вот, есть же среды. Угу. Вот. Посчитаем, рассчитываем, вот, сколько добавлять, сколько не надо, что добавлять. Ну, у вас, конечно, существует обмен опыт с зарубежными коллегами. Как вы считаете, насколько мы впереди, наравне или позади идем с опытом за зарубежа? Оу, ну, конечно, немножко отстаем, да, но все равно мы... А с центральными, допустим, российскими какими-то... Догоняем. А с ведущими российскими университетами наравне уже идете? Да, в принципе, вот, сотрудничаем, вот, с институтом хирургии. Ага, еще у нас много связей. Связей. У нас длинные руки такие. Очень хорошо. Вы знаете, мне очень радует то, что мы идем по этому пути, когда, возможно, будет после таких тяжелых последствий, болезни ли, ожогов ли еще чего-то, можно будет возвращать человеку его, во-первых, работоспособность, потому что, ну, как ты, с обожженной кожей. Внешний вид. Внешний вид и, соответственно, самочувствие, потому что психосоматика, как мы сказали, это очень сильная вещь. Да. И как хорошо, что этим занимаются как раз-таки наши молодые ученые. Да, молодые ученые. Это вообще здорово. Как вы выбрали это направление? Ну, для меня как-то резко. Ну, я выбралась. Резко? Что-то повлияло? Нам деканат нашего факультета предложила. Хотите ли попробовать поступить по направлению биотехнологии? Мне стало сразу интересно. Вы сами учились на врача, получается? Да, у меня специальность провизор. Медицинскую закончила. Потом поступили в магистратуру в Москву по направлению биотехнологии. Да, и в этот момент получили предложение. Руководитель у вас тоже молодой. Да, у нас молодой. Иван Троевч, да? Да, Иван Троевч, который к нам приходил и рассказывал про коже. Именно он нас вдохновил на вот эту идею поговорить о коже, собственно говоря, как у нас происходит все это. Спасибо вам большое за то, что вы в своем наверняка таком тесном графике, лабораторном своем, рабочем, вы нашли время для того, чтобы прийти и рассказать о том, что так важно для всех нас, для всей республики, для всех жителей. Я еще раз благодарю нашего гостя. Я еще раз говорю о том, что очень важна эта тема кожная, как видите. И очень интересная. Да, и мы все заинтересованы в том, чтобы не только продолжались исследования работы на эту тему, но еще и ширилась сфера вот употребления. Как говорится, не одна я интересуюсь этой темой с проблемной кожей. Всем интересно и очень перспективная тема. Мы вернемся в студию после небольшой рекламы. Так много знаний мы сегодня получили, так много нового узнали, что не терпится, конечно, все это обсудить. Но, тем не менее, сейчас время для самой вкусной и нами обожаемой рубрики «Вкусная шкатулка». Здравствуйте еще раз в эфире рубрика «Шкатулка вкусных рецептов». Сегодня мы, кстати, встречаем весну и провожаем зиму, потому что начинается масленичная неделя. И, как я уже сказала в самом начале эфира, пеките блины. Чем больше вы напечете блинов, тем больше счастья и богатства привлечете в свой дом. Ну и у меня сегодня для вас сюрприз. У нас сегодня гости. Очаровательная наша самая талантливая хозяюшка, активистка нашего кулинарного клуба «Вкусная шкатулка рецептов» Марфа Яковлева. Здравствуйте! Привет, Марфа! Здравствуйте! Как настроение? Очень хорошее. Тоже хочу поздравить всех. Сначала масленицы, и теперь будем печь пироги. Ой, не пироги, а блины. Ну, пироги тоже. Блины каждый день. Что мы сегодня будем готовить? Ну, как ни странно, сегодня мы будем готовить брускетту. Это такая итальянская закуска. Она очень простая в приготовлении и, значит, съедается на раз. Боже мой, моя любимая кухня. Итальянская кухня – это моя любимая кухня. Любимая? Да. Брускетта, кстати, является одним из символов гастрономической Италии. И как и пицца, и пудинги, она вышла из простой кухни бедных итальянцев, сельских, значит, и как бы, чтобы не выбрасывать остатки еды, итальянские крестьянки собирали это все на жареный хлеб и подавали вот к своей семье. А я слышала еще второй вариант. В Италии же оливковое масло. Да. И вот для того, чтобы его продегустировать, да, они брали кусочек хлеба, намазывали его, не намазывали, а... Прямо обрыскивали. Да, обрыскивали оливковым маслом, чтобы попробовать, вот именно испробовать этот вкус. А для того, чтобы он был ярче, они еще чесноку его натирали. Вот, что мы сегодня и будем делать. Да, поэтому настоящие. А у вас будут вяленые помидоры на этой брускетте? На этой, на сегодняшней брускетте у нас будут только свежие томаты. Прекрасно, прекрасно. Вот, ну я начну потихоньку, да, буду рассказывать. Да, давайте начнем, что нам для этого понадобится. Вот, я уже, значит, подготовила вот такие кусочки брускетты. По идее, итальянцы делают на чаобатте, это хлеб итальянский из пшеничной муки. Ну, мы сегодня будем делать на багете, да. Нужно будет на сухой сковороде обжарить с двух сторон до вот такой корочки. Без масла, да? Да, да, без масла. Далее мы берем оливковое масло и вот так вот обильно. Масло обязательно берем хорошее, где написано «экстра вирги». Первого отжима? Да. Холодного? Да. Так, чеснок. Вот этот рецепт мне напомнил мое детство. В 90-е годы мы очень любили кушать масло, хлеб с маслом и с чесноком. Ну, это самая доступная была еда на самом деле. Со сливочным, наверное. Конечно, со сливочным. Какое там оливковое. Со сливочным уже мисковое. Тоже очень вкусно получается. Сливочным по талонам, если осталось, то со сливочным. А так, конечно, с растительным. А если еще с сахаром посыпать сверху, да? Вот мы так и кушали, да. Хлеб с сахаром. Будем бродить. Либо с чесноком. Так, вот так вот мы намазываем чесноком. Ну, первое, всего мы будем готовить три разных вида брускетты. Самое традиционное – это с моцареллой. Вот я сегодня принесла такой вот свежую моцареллу. А где в городе можно достать моцареллу? Везде. Ну, везде она сейчас, кстати, очень это радует, да, что везде можно купить вот такой вот сыр, который раньше был недоступен. Ну, вот тонкими слоями. В центре, а не в центре. Я просто боюсь, насколько она действительно моцарелла. А ты не думаешь, что настоящая, как позиционирует ее моцарелла, чем-то отличается от нашей моцареллы? Да, отличается, но наша может быть вкуснее даже. Так, сверху выкладываем помидорки. Помидорки. Так, сейчас мы возьмем, значит, зелень. Это у меня петрушка. Можно вот так немножко покрошить. Я тут поближе подбираюсь, потому что я хочу быть в числе первых дегустаторов. А знаете, как здесь пахнет? Посмотрим, потом попробуем. Да, очень вкусно пахнет. Вообще очень вкусно. Сочетание моцареллы. Вот, вот, вот. Простите. Не хватает его времени. Сочетание моцареллы и сладких томатов. Это вообще вот классика. Ну и вот немножко перчика. Марфа, от твоих брускет я прямо аж тут... Руки, даже если так кушать хочется. Ну ничего. Да. Так, следующие брускеты мы будем делать с красной рыбой. А чем ты мажешь сверху? Это сливочный сыр, творожный сыр. Тоже, который продается везде. И, наверное, в Валек Минском и Лусе тоже делают. Творожный сыр, скорее всего. Ну, здесь у меня идет Филадельфия. А, Филадельфия. Да. Берем вот такую вот красную рыбку. Вот она какая, да? Такая достаточно такая. Кстати, сейчас эту красную рыбу хорошую днем с огнем не найдешь. Где ты ее взяла? Семга. Я купила в магазине. Ира, очень странный вопрос. Семга тоже продается везде. В центре. Покупаешь киту. Солишь и прекрасная красная рыба у тебя. И можно украсить вот красным луком. Очень вкусная китайка. Я всегда ссорю сама. Следующая брускетта у нас уже готова. Очень красиво. Так, ну, теперь давайте будем делать из копченостей. Вообще можно делать с чем угодно, да? С чем угодно. С свечиной. Вообще, да, с чем угодно. Насчитывается десятки тысяч разных брускеттов. Вообще, да? И оказывается, в разных частях Италии они по-другому все называются. Традиционно. Они, кстати, подаются как аперитив, типа к пасте. Называется антипафка, да? И с красным вином. И вот попробуй не потолстей после этого. Спасибо. Я положила вот такой вот кусочек красивого бекона. Сюда мы положим такой вот пучок рукколы. У нас такая красивая закуска на праздничный стол. Так, теперь что? Теперь что? Сюда мы немножко покрошим сыр. Сыр можно взять пармезан. Такая миниатюрная, да? Да. Я прям сама как увидела в самом начале. И грецкий орех. Ну надо же. Как хорошо. И главное рабочее. Как игрушечное. Все, у нас вот три разных вида брускетта готова. Вот почему, в принципе, мне нравится итальянская кухня. Давай, доделай. Потому что все, сборная солянка, как мы любим. А орешки у нас для чего? Грецкие орехи. Орех я покрошила сюда. А, покрошила. Он дает больше калорий. Ну а что делать? Итальянцы, видишь, калорийные, большетелые, радуются. Расскажи про наш клуб немножко. Вкусная шкатулка рецептов. Вот про наших девушек. Самый вкусный клуб. В общем, мы образовались в 2013 году. И вот с тех пор дружим вкусно все вместе. Девочки, у вас пятилетие, я так понимаю, в этом году? Было. Было. В сентябре месяце. И что очень интересно, мы дружим девушке не только из-за того, что нам надо поменяться рецептами, а вот мы дружим, начиная от простых, молодых домохозяющих до женщин, которые уже нашли себя в жизни, в профессии. У нас и кандидаты наук, между прочим, есть. А Марфа, вот, например, заместитель директора школы. Вот это да. Вам это не просто так. Развенчала Мифа Бутилляху, которым голодные дети. А так мы простые домохозяйки, да. Девочки, а вы... Ребят ухаживать за собой. А вы в блинах там пару слов скажете, что там? У вас же такое богатство стоит на столе. Расскажите, что там внутри? Где? Где? Блины, блины, блины. А, блины, блины. Блинчики, фаршированные мясом. Можете подойти и угоститься. Мы только этого и ждали. Веришь, нет, вот только этого и ждали. Пойдем. Пожалуйста, угощай всех. С удовольствием. Я даже со своей чашечкой подскочу. Я специально даже для вас по елочке принесла. Не забывай, бери его сейчас. Видишь, как? Главное вовремя спросить. Ира не может нам отказать. Она рассказывает. Мы как тут? Начинаем. Начинаем нашу трапезу. Ну, не прямо сейчас, конечно. Мы чуть-чуть попозже все это сделаем. А, так вот почему. Нам оттуда не видно было, насколько это все красиво. Ты посмотри, какая красота. Так, девочки, у нас сегодня такая очень сложная тема для женщин. По крайней мере, кожа и состояние души. Как хозяюшка нам скажет, как отражается состояние души, состояние твоей кожи? И как ты справляешься вообще с проблемами кожными, если о нем есть? Ну, как до этого говорила наша гостья, да, что вообще вот питание, образ жизни, конечно, отражается на лице. Ну, вот, в частности, на коже лица. Да, и чтобы следить за этим, нужно питаться правильно, да? Сказалось бы. Стараться бы. Ну, это я считаю, что это более такое вот... Легкое. Легкое, да. Да, потому что у нас сюда входит и оливковое масло. Как вы знаете, что смазывают оливковым маслом, да, в виде маски. Ну, здесь могло быть и масло камели, все что угодно, да, хорошенечко блинчиком, это уже немного неправильно будет. Девочки, дело в психосоматике. Поэтому я говорю, все, что в рот попало, мне, например, все мне на пользу, на благо, и вообще, и кожа моя улучшается. Да, 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 да. В психосоматике чистой воды. Ешь тортики, говоришь, я самая худая, самая красивая. Нет, я не ем тортики, потому что мне никто их не готовит. Ты ела их в прошлый понедельник, потому что ты приготовила мне ее. Я? Это Аня принесла. День рождения. Действительно, мы же справляли. Вот, просто так. И все ели. Да, сам, да, сам не готовишь, как сильно. Морфа, а у тебя есть какой-нибудь секрет, ну, вот красоты кожи, да, у нас тема кожи, может быть, ты какую-то маску посоветишь? Это очень коротко, у нас времени нет. Ну, я в салоны не хожу, но иногда, ну, раз в неделю делаю такую маску. Два желтка нужно смешать с двумя чайными ложками меда и двумя столовыми ложками оливкового масла. Все это смешивается, наносится на кожу, на пять минуточек, потом теплой водой смываем, и все, прям такая кожа. Спасибо, дорогая. Это такой практический, практический акцент. Желтки, мед и оливковое масло. Да, три ингредиента. Спасибо большое. Я надеюсь, наши сегодняшние рецепты, наши советы помогли вам и помогут в будущем. До встречи в эфире. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова